Усиление санкций против России, перекрытие всех лазеек для их обхода и привлечение ее к ответственности. Об этом говорили во время саммита лидеров стран Совета Европы, который проходит в Рикявике. У нас будет регистр повреждений, что очень важно для правосудия. А правосудие это одна из предпосылок для справедливого мира. Но также когда мы думаем о восстановлении. Это очень важно юридически иметь этот реестр повреждений для того, чтобы жертвы получили правосудие. Заседание Совета Европы проходило в Рикявике и в Исландии. И темы привычные. Великобритания уже думает о будущих гарантиях безопасности Украины, но не забывает и о текущей ситуации. В продолжение моей встречи с президентом Зеленским я буду разговаривать с другими странами для того, чтобы гарантировать, что мы продолжим нашу поддержку Украины. Предоставим им помощь, в которой они нуждаются, чтобы защитить себя. В Исландию прилетел и украинский премьер Денис Шмыгаль. Он на одной волне со своими коллегами. Я думаю, что мы сделаем первый шаг на нашем пути, как найти решение, как компенсировать все эти зверства и разрушения, которые Россия делает в Украине. Общий настрой саммита хорошо демонстрирует его хозяйка, премьер Исландии. Она бодрая, улыбчивая. Здесь собрались друзья. Какое ваше послание России? Послание четкое. Солидарность с Украиной. Спасибо. Уже по традиции саммит открывает президент Украины Владимир Зеленский. Он напоминает, что свобода и демократия – это не абстрактные ценности, которые даются по умолчанию. Для их защиты надо прилагать усилия и приносить жертвы. Нам также нужны боевые самолеты, без которых ни одна противовоздушная оборона не будет совершенной. И я уверен, что мы их получим. Роль Украины в защите Европы бесспорна, поэтому и даже не обсуждается. Европейские лидеры настолько уверены, что это сомнение ушло навсегда. Уверены в европейских перспективах Украины. Мы на историческом этапе. Мы должны заняться вступлением Украины и, безусловно, стран западных Балкан и Молдовы и в перспективе Грузии в Европейский Союз. Европейский Союз и Украина по одну линию фронта. В Европейском Совете понимают, что это не просто региональный конфликт, как это пытается представить Россия. Это атака на весь континент, его жизненный уклад и ценности. К сожалению, саммит в Рике-Рике проходит во время крупнейшей атаки на демократические ценности со времен падения тоталитарных режимов на всех континентах. Своим вторжением в Украину Россия хочет не только уничтожить страну. Она также хочет пересмотреть все ценности, которые составляют основу Совета Европы. Вместе с тем Шольц ответил на вопрос, будет ли Германия участвовать в совместном альянсе, объявленном Нидерландами, Великобритании и Франции, по подготовке пилотов, истребителей и поставке самих истребителей. Он упомянул поставки танков, техническое обслуживание систем вооружений, боеприпасов и усиление противовоздушной обороны от российских атак. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих сферах, отметил канцлер. Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя. Олаф Шольц, канцлер Германии. Итак, на саммите Совета Европы в Исландии подписали соглашение о реестре ущерба от агрессии. Это важное решение, которое приближает Киев к победе. Пока Россия ведет войну против самой демократии, Европа объединена и поддерживаем Украину. Это наше обязательство. Украинский народ требует ответственности за российские военные преступления. Обстрел гражданских домов, хладнокровные казни, похищение детей из их семей. Более 19 тысяч детей были украдены, вырваны из своих семей. На этом должен фокусироваться саммит в Исландии. Соглашение, которое будет подписано как договор Совета Европы, предусматривает привлечение также государств вне организации. В то же время отдельные члены Совета Европы могут воздержаться от этого подписания. На данный момент создание реестра убытков, который будет расположен в ГААГе, поддержали или пообещали поддержать после завершения внутренних процедур 43 государства, в том числе все государства Большой Семерки. Включая США, Канаду и Японию, не являющиеся членами Совета Европы. В составе Совета Европы 46 членов, 6 государств членов ЕС решили пока не приобщаться к этой, как они выразились, антироссийской договоренности. По состоянию на вечер среды в списке мы точно знаем неподписанты Болгария, Венгрия и еще несколько стран. Но это не повод для отчаяния. Наоборот, украинцам станет еще яснее, кто занимает позицию Киева, а кто еще все верит Москве. Из Брюсселя Алексей Мацуко, Руслан Кузьгов, Виталий Сизов. Специально для телеканала Freedom.